МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Денежные поощрения по 150 тысяч каждая вручат в пяти номинациях. Литература и публицистика, театр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Отдельным блоком идут музыка, концертно-исполнительская деятельность и хореография, а также кино и телевидение. Конкурсные заявки принимаются до 25 апреля. История – это ярко, интересно, интригующе и познавательно. Под таким девизом начинает вещание познавательный телеканал «История». Он входит в семейство каналов России и транслируется в сети интерактивного телевидения. Исторический канал представляет самый широкий взгляд на прошлое. От древних цивилизаций и судьбоносных открытий до величайших загадок и тайн настоящего. Здесь также грандиозные победы, знаменитые люди, великая любовь и предательство. Программное наполнение состоит из передач собственного производства и лучших зарубежных образцов телевизионного и киноискусства. В Нальчике открылась выставка юных художников. Свои работы они посвятили народному поэту Кабардино-Балкарии Алиму Кишокову. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения мастера слова. Более 40 работ разместили в Фонде культуры. Самым маленьким авторам по 7 лет. Готовились юные таланты задолго. Сразу после зимних каникул воспитанники детской художественной школы приступили к воплощению творческих задумок. Назвали выставку «Вид с Белой горы» по одноименной автобиографической повести Алимы Кишокова. Здесь не было задачи проиллюстрировать произведение Алимы Кишокова. А здесь задача была о своей малой родине. Горянка в раздумьях, воин, возвращающийся домой, природа горного края. Картины выполнены в разных техниках. Гуашь, батик, аппликация. Выставка продлится в течение месяца. Накануне на учебном полигоне противопожарной службы Нальчика было жарко. В финальных поединках по пожарно-прикладному спорту сошлись дружины шести городских школ. Такие соревнования юных огнеборцев проводятся ежегодно. Школьники прошли пожарным свои речевки и девизы. Выпустили по случаю плакаты и так называемые боевые листки. И даже спели и станцевали. Ну а главными этапами соревнований стали викторина, боевое развертывание и преодоление препятствий. Главной целью этих мероприятий является пропаганда противопожарных знаний среди учащихся. И доведение до учащихся их родителей правил поведения как в быту, так и в школе. В итоге первое место заняли юные дружинники девятой школы, серебро у двадцать восьмой. Третье место завоевали бойцы двенадцатой школы. К громким победам наших земляков в силовых видах спорта мы уже привыкли. А вот о чемпионах в большом теннисе пока никто не слышал. Но это только пока уверены в республиканской теннисной школе. Чуть более пяти лет назад в Кабардино-Балкарии была создана секция настольного и большого тенниса. Это стало возможным с вводом в строй спорткомплекса «Нальчик» и трех кортов у дворца спорта. Записывали в секцию всех желающих. Сегодня уже только в «Нальчике» большим теннисом регулярно занимается около двухсот человек. Сейчас на кортах детского стадиона проходят тренировки в шести группах. Однако не решена проблема занятий в холодное время года. Покрытие в спорткомплексе «Нальчик» для этого не приспособлено. Потому юные теннисисты пока только мечтают о крытом зале. И пока это все, увидимся в следующем часе. Республиканское министерство культуры объявляет конкурс на соискание госпремии КБР в области литературы и искусства. Сообщает пресс-служба ведомства. Общий премиальный фонд 750 тысяч рублей. Денежные поощрения по 150 тысяч каждые вручат в пяти номинациях. Литература и публицистика, театр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Отдельным блоком идут музыка, концертно-исполнительская деятельность и хореография, а также кино и телевидение. Конкурсные заявки принимаются до 25 апреля. История – это ярко, интересно, интригующе и познавательно. Под таким девизом начинает вещание познавательный телеканал «История». Он входит в семейство каналов России и транслируется в сети интерактивного телевидения. Исторический канал представляет самый широкий взгляд на прошлое. От древних цивилизаций и судьбоносных открытий до величайших загадок и тайн настоящего. Здесь также грандиозные победы, знаменитые люди, великая любовь и предательство. Программное наполнение состоит из передач собственного производства и лучших зарубежных образцов телевизионного и киноискусства. В Нальчике открылась выставка юных художников. Свои работы они посвятили народному поэту Кабардино-Балкаре Алиму Кишокову. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения мастера слова. Более 40 работ разместили в Фонде культуры. Самым маленьким авторам по 7 лет. Готовились юные таланты задолго. Сразу после зимних каникул воспитанники детской художественной школы приступили к воплощению творческих задумок. Назвали выставку «Вид с Белой горы» по одноименной автобиографической повести Алимы Кишокова. Здесь не было задачи проиллюстрировать произведение Алимы Кишокова. А здесь задача была о своей малой родине. Горянка в раздумьях, воин, возвращающийся домой, природа горного края. Картины выполнены в разных техниках. Гуашь, батик, аппликация. Выставка продлится в течение месяца. Накануне на учебном полигоне противопожарной службы Нальчика было жарко. В финальных поединках по пожарно-прикладному спорту сошлись дружины шести городских школ. Такие соревнования юных огнеборцев проводятся ежегодно. Школьники прошли пожарным свои речевки и девизы. Выпустили по случаю плакаты и так называемые боевые листки. И даже спели и станцевали. Ну а главными этапами соревнований стали викторина, боевое развертывание и преодоление препятствий. Главной целью этих мероприятий является пропаганда противопожарных знаний среди учащихся. И доведение до учащихся их родителей правил поведения как в быту, так и в школе. В итоге первое место заняли юные дружинники девятой школы, серебро у двадцать восьмой. Третье место завоевали бойцы двенадцатой школы. К громким победам наших земляков в силовых видах спорта мы уже привыкли. А вот о чемпионах в большом теннисе пока никто не слышал. Но это только пока уверены в республиканской теннисной школе. Чуть более пяти лет назад в Кабардино-Балкарии была создана секция настольного и большого тенниса. Это стало возможным с вводом в строй спорткомплекса «Нальчик» и трех кортов у дворца спорта. Записывали в секцию всех желающих. Сегодня уже только в «Нальчике» большим теннисом регулярно занимается около двухсот человек. Сейчас на кортах детского стадиона проходят тренировки в шести группах. Однако не решена проблема занятий в холодное время года. Покрытие в спорткомплексе «Нальчик» для этого не приспособлено. Потому юные теннисисты пока только мечтают о крытом зале. И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Удачного дня! Субтитры создавал DimaTorzok